Развитие в условиях жесткой экономии. Депутаты Самарской городской думы на первом пленарном заседании весенней сессии обсуждали расходы. Главным вопросом повестки дня стали изменения в бюджет. В непростой экономической ситуации Самара укрепляет финансовые позиции. За счет каких ресурсов узнавал наш корреспондент? Больше денег, больше возможностей, а также сохранение всех социальных обязательств, даже в кризисный год. Крайне важные поправки в бюджет приняли сегодня городские парламентарии. Полученный Самарой миллиард двести миллионов, средства из вышестоящих бюджетов, субсидии и субвенции от федерального центра. Для оказания поддержки социально защищенным слоям граждан, наших горожан, наиболее уязвимым, тем более в нынешней экономической ситуации, а также на повышение денежного содержания ряда категорий муниципальных служащих. Среди них педагогические работники дополнительного образования. Кроме того, еще 200 миллионов рублей будет перераспределено внутри уже принятого бюджета. Деньги пойдут на решение насущных проблем, прежде всего коммунальных. Парк муниципального транспорта ожидает серьезное пополнение. Город получит новые современные уборочные машины, использовать которые можно будет круглогодично. В ближайшее время уже будут проведены торги, эта техника в количестве 46 единиц дополнительно в городе появится. Источником этих средств определены прежде всего и в основном это перераспределение средств, ранее учтенных в бюджете. Конкретнее деньги появились в том числе за счет оптимизации бюджетных расходов. Направлений много. К примеру, сотрудникам органов местного самоуправления в 2015-м не проиндексируют зарплату. Это ни много ни мало 48 миллионов рублей. Кроме того, прогнозируются дополнительные поступления налогов на 44 миллиона. Это платежи от физлиц и от иностранцев, покупающих трудовые патенты. С учетом всех изменений, доходы областной казны вырастут до чуть более 15 миллиардов рублей. Однако главный финансовый документ пока все равно остается дефицитным. На 515,5 миллионов. Евгений Долгих, Александр Дудко. Новости губернии.